всем мира и добра с вами виноград центром занимаюсь сейчас обрезка винограда и хочу показать на интересный момент это куст аркадии значит вот его сейчас режу и есть побег попался да ну вот иногда такие попадаются поэтому я сейчас покажу вам для интереса что себя это представляет давайте его срежем сейчас возьмем вот так вот вот смотрите я срезал этот побег да мы сейчас отсюда уберем лозун и вот она лоза вот посмотрите да вроде нормально все вызревшие хорошая идет лоза вот посмотрите все замечательно видно сейчас я ее здесь аккуратненько срежу дальше давайте я возьму так примерно вот смотрите что мы имеем мы имеем хорошее вызревание здесь вот идет да вот она замечательно все видно вот она идет идет вызревшая лоза все замечательно тут получается Вот смотрите, ну там я одно междоузель съездил, раз узел, два узел, три узел, да, идёт. И потом, потом мы приходим к месту, вот смотрите, здесь ни грозди не было, ничего. И получается вот целый такой длинный участок междоузли, вот я вам показываю, а оно не вызревшее. То есть эта сторона вызревшая, причём до этого идут вызревшие вот эти вот участки. Но если бы это здесь место было, которое как бы, ну, дальше не вызревшее, нет. Дальше идёт то же самое вызревшая лоза, вот, я просто обрезал, тут вот, сейчас я всё равно её сниму, покажу, чтобы это было как бы более наглядно. Вот смотрите, это вот дальше лоза идёт, она тоже имеет признаки вызревания, все эти самые. А здесь вот получается раз, два, три, четыре, ну, я там считал, пятая междоузли получается, пятая или шестая, вот. Оно имеет вот такой вот, посмотрите, участок. И дальше пошло опять всё вызревшее. Вот такие вот вещи, они попадаются, ну, не так часто, но есть. Вот, был у меня куст до этого, сейчас попадался. То есть, если вы будете лозу оставлять на плодоношение, обязательно пройдите по всей длине, пройдите по всей длине, по кругу. И посмотрите, чтобы у вас не попался вот такой вот участок. Вот, лоза, лоза выше вот этого участка, её нельзя считать, что она вызревшая. Хотя она дальше такая же идёт коричневая, всё нормально. Но вот этот участок зелёный есть, всё. Эта лоза не может оставлена быть на плодоношение, потому что у неё есть невызревший вот этот участок. И он, естественно, при, значит, заморозках просто здесь погибнет. Поэтому, если вы оставляете лозы, вот, оставляете лозы на плодоношение, то внимательно смотрите по всей длине. Потому что вот есть такие аномалии, встречаются, что где был либо кусочек, либо вообще целое междоузлие. То есть, вся сторона нормальная, а вот здесь, получается, вот эта вот спинка, она не вызревшая. Она не вызревшая. Поэтому смотрите внимательно, такие вещи. Так что вот непосредственно, так сказать, практика. Всем мира и добра. С вами был Виноград Центр.